Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы начинаем цикл своих передач о героическом опыте каргырского народа монахи. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя монаши Сагумбаева Розбакова написан пятитомный роман про Розин у нас на каргырском языке. Вот они, эти книги. Все эти книги я провел через экспертизу Академии образования при Министерстве образования и науки в Каргырской республике. И в настоящее время все эти книги решением ученого совета Академии образования при Министерстве образования и науки включены в школьную программу по каргырской литературе в качестве дополнительных учебных материалов при изучении экса монанса. В настоящее время я работаю на второй частью трилогии монанса семи трилогии. Мною закончил первый тон данного романа, сейчас идет работа во второй части. Чтобы еще больше облегчить изучение эпоса школьникам, я специально для них разработал две рабочие тетради для восьмых и одиннадцатых классов и они также сейчас включены в школьную программу. Кроме этого, я полностью перевел свой пятитомник на русский язык и выставил оба этих варианта для продажи в своем интернет-сайте эпосере монанс.ком. Кто хочет там, может приобрести мои книги. С целью дальнейшей популяризации эпоса монанс я вот уже в течение нескольких месяцев выпускаю видеоролики эти на каргырском и русском языках, где рассказываю об эпосе и читаю отрывки своих романов. Надо заметить, что мои видеоролики на русском языке сопровождаются с субтитрами на 112 языках мира. Это значит, что теперь любой житель нашей земли может познакомиться с эпосом монанс на своем родном языке или языке наиболее доступному. Поэтому у меня к вам просьба. Сообщите об этих наших видеороликах своим близким друзьям, знакомым, родственникам, проживающим в странах, ближними и дальними зарубежьях. Тем самым вы внесете в свой вклад в дело распространения эпоса монанса. Это все, что я хотел вкратце вам рассказать о своем эпосе, о своем романе. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего произведения. Верно, по неводу рассмеялся монанс. В таком случае не ходи одиноким. Найди хорошую девушку, женись на ней, богатырь. Сразу проложил Алманбет. Слава богу, обреченно подумал монанс. Алманбет не издевался надо мной. Он пожалел меня, понял, невоспитанность моих жен. Поэтому от чистого сердца проложил мне жениться. «Ладно, брат», – с улыбкой ответил китайцем монанс. «Я подумаю над твоим предложением. Если она подойдет, поищу себе невесту. Сделай именно так, повелитель, горячок и на муровой алманы. Такой богатырь, как ты. Обязательно должен быть хорошим, стоимым женам». Глава вторая. «Как монанс женился на Канакей?» У дочери Атемира Канакей настоящее имя – Санира Пира. Она была обречена с ханом монатом, поэтому получила это новое имя. Атемира прозвали Караканом из-за того, что он очень смогу. Санира Пира вышел замуж за монаста при следующих обстоятельствах. После совета алмагета о женихе монаст долго размышлял об этом. В один из дней он решил переговорить с отцом на эту тему. «Папа сказал, я решил жениться». «Что?» – опешил Жак. «Ради тебе недостаточно двух жен?» «Это верно», – ответил монаст. «Сейчас у меня действительно две жены. Одна из них – Карабур, дочь Хана Каипа, а вторая – дочь Шорока Акылай. Но вспомни, отец, при каких обстоятельствах они стали мне женами. «Когда я сражался с Каипом в горах и Малая, в чёрном ущелье Кангура, Карабур, раздибными намерениями, преградил мне дорогу. Я её взял в плен, когда нас тремя ста воинами обстрелили мои войска». Правильно. «Акылай также – дочь народа, разгромленного мною. Когда мы переехали в Алай, в Алтая, Её отец Шорок напал на нас в степи Ташкутона из города Тагрызмой. Мне пришлось разгромить его. Чтобы спасти свою жизнь, Шорок подарил мне дочь. Тем самым он уберёг Таджиков к полному истреблению». «Верно. В обоих случаях я не почувствовал себя женатым человеком. Тяжело вдохну богатого». «Почему?» «Ты не женил меня по нашим обычаям, Не сватался за невесту, Не упрашивал отдать их. Ты до сих пор не извалился от этого долга». «И в этом ты прав, сынок!» «Что мне теперь сделать, чтобы выполнить его?» «Найди мне хорошую, знатную девушку, Сосватайся за неё, Соблюдение всех обычаев и жени меня!» «Хотя мне тридцать лет, До сих пор не чувствую себя женатым человеком!» «Что он о нас говорит?» – повреднял Жак. «Хочет ещё жену взять?» «О, Боже!» «Знает ли мой озорной сын, Что для жениться нужны деньги, Чтобы дважды его женить?» «Я израсходовал немало богатства!» «Надо признаться, Что расходы были не очень большими, Так как обе невесты были дочерями побеждённых народов!» «Но!» «Если я сейчас женю в Манасе, По всем правилам и обычаям, Потребуется немало денег!» «Кто их оплатит?» Крайне взволнованно, Жак посмотрел на Манаса И увидел, Что он смотрит на него, Как ни в чём не бывало!» «Что делать?» «Кроме как согласиться на его положение!» «Но!» «Не надо заранее с ним поговорить о расходах, И решить этот вопрос!» «Попробуй заставить сына Полностью взять их на себя!» «Если он откажется, И потребует от меня Полностью заплатить выкуп за невесту!» «Постараюсь Мольвену Уговорить его взять на себя Хотя бы половину расходов!» «Ладно, сынок, Ласки улыбнулся Жак, Если хочешь жениться, Женись!» «Но тебе исполнилось тридцать лет, И ты наверняка знаешь, Что при жених ко всем обычаям Понадобится уйма денег!» «Кто их заплатит?» «Отец, не беспокойся об этом!» Добродушно ответил Манаса «Если буду жив, здоров, Любые расходы оплачу сам!» «Слава Богу!» «Обрадованно подумал старик!» «Манас все расходы берет на себя!» «В таком случае, что я теряю?» «Женю сына!» «Откуда он захочет?» «Я готов куда угодно пойти!» «Хоть бедный молодчугу галатранца!» «Надо найти для Манаса достойную девушку!» «Сидя дома!» «Я взрядно устал от болтания своих жен!» «Под трогом поиска жены для Манаса «Отправлюсь в путь и проветрюсь!» «Себя покажу и людей повидаю!» «Я согласен, сынок!» «Сказал Рак, окончательно успокоившись!» «Какую невесту ты хочешь?» «Отец!» «Мне подойдет не всякая девушка!» «Мне не нужна дочка-вельможа!» «У которой под боком находится тайный любовник!» «И народ, который балует ее!» «И мне также подходит дочка ученого!» «Который все время старается умножить знания!» «Искрыть свои неблаговидные дела!» «Я не хочу также взять в жену дочку какого-нибудь галатранца!» «Бедняка!» «Не выбирай для меня ребенка-гордеца!» «Которая затаивает себе месть!» «Если ей сделать плохо!» «А совершив недостойное дело, не может достигнуть своих целей!» «Тебе подойдут дочери богачей?» «Нет!» «Я не хочу взять жены из баллонов дочерей богатых!» «Ты очень любишь скот!» «Как бы тут такая невестка не причинила тебе немало бед!» «Может, тогда тебе подойдут дочери рабов?» «Нет!» «Не годится мне брать с путникой жизни девушек без родов, без племени!» «Еще какие требования ты приглядаешь своей будущей супруге?» С улыбкой спросил Жаков. «Или на этом исчерпываются твои запросы?» «Нет!» «Девушка, на которой я женюсь, не должна быть из семьи, где нет мальчиков, отчего она выросла, сбалованная!» «Также близко не подходи к дочери хана, выросшей чересчур своей нравами!» «Обходи стороной дочерей властных хадеев судьи!» «Я запомнил требования к родословной твоей будущей супруге!» «А что ты скажешь насчет ее внешности?» «Или тебя не интересует это обстоятельство?» «Почему не интересует?» Засмеялся монасты. «Если обе мои жены – отменные красавицы, неужели я теперь женюсь на каракатице?» «Она должна быть привлекательной, красивой, обаятельной, с осиной талией и длинными развивающимися волосами!» «Для женщин недостаточно быть только красивой, сынок!» «Красоту не выпишь вместе с водой!» «Для человека в первую очередь необходим ум!» «Если визир хороший, то и хан хороший!» «Если жена хорошая, то и ее муж хороший!» «Верно, отец!» «Моя будущая супруга должна быть не только красивой, но и умной, мудрой!» «Умой еще о последствиях своих действий!» «А какие у тебя требования по человеческим качествам будущей жены?» «Ищи, найди мне вежливую, ласковую, обаятельную, сладкоречивую, великодушную девушку!» «Только такая девушка подойдет, чтоб стать моей женой!» «Каждого отца женить своего сына!» «Хоть твой сын плох, но у него есть слава монаса!» «Не бойся никаких расходов и найди мне достойную девушку!» «Я согласен, сынок!» «На войне, как на войне, чтоб найти для сына невесту, Жаков на следующий день рано утром отправился в путь!» «Старик взял с собой спутники сына Атая Буоке, сына Акамбека Мендивая и сына Алабека Жуоке!» «Если вдруг найду хорошую девушку, то пристало мне испытывать стеснение!» «Как я могу куда-то войти ни из расходов, ни гроша?» «Подумал Жак, взял с собой шестьдесят джамбу!» «Он обошел землю Самаркана, бродил среди богатых, бедных, прошел урок обо, посетил Ташкент!» «Он не смог найти достойную девушку, поэтому по неволе ему пришлось продолжить свой путь!» «Прежде чем отправиться на дорогу, Жаков призадумался!» «Поеду в Букар, решил он, надо там встретиться с учеными мужами, с грамотными вельмозами и попросить их помочь найти для сына невесты!» «Пройдя долгий путь, Жаков со своими товарищами приехал в Букару!» «Узнав причину его приезда, все местное сверение было чрезвычайно взбудоразано!» «К нам приехал очень богатый старик!» «Объявили народу правителя таджиков!» «Возьмем его сына к себе, зятем, наладим хорошее отношение с Карганом!» «Если мы породимся с Манасом, это будет для нас очень кстати боец!» «Не жалея хороших девушек, покажите всех этому старику, будь она из богачей или бедной семьи!» «Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу, я прощаюсь с вами, до свидания, до новых встреч!» «М» «Бляя, скуча мышь, наше время!» «Н 않очка?ggа?» Продолжение следует...